Здравствуйте! Вас приветствует телерадио компания «СКА» в студии Катерина Клантаевская. Смотрите в нашем выпуске. Сейчас мы будем измерять температуру смеси, пришедшей с завода. Строго по технологии. Самарские водители оценили новое дорожное полотно на улице Клинической. После школы мы будем иногда заходить с друзьями, играть в хоккей, футбол. Развивают спорт. В Пухове с него создают сеть физкультурно-оздоровительных комплексов. Белый, синий, красный праздник. В губернии отмечают День государственного флага. На трассе Самара-Волгоград столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и «Газель». Авария произошла около 6 часов утра. Житель Башкорторцана, управляющий грузовой «Газелью», выехал навстречу, где столкнулся с автобусом, в котором находились 30 пассажиров. Все они направлялись из Самары в Сочи. В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса. Он был доставлен в больницу и после оказания помощи его отпустили. Через два часа после аварии туристам заменили транспорт, и они направились дальше по своему маршруту. По предварительным данным, водитель «Газели» уснул за рулем. В Самаре круглосуточно ведутся дорожно-ремонтные работы. Сейчас подрядчики приводят в порядок 11 улиц. В этом году из Дорожного фонда губерния на реконструкцию магистралей предусмотрены субсидии свыше 1 млрд рублей. Наша съемочная группа проверила, как меняют дорожное полотно на улице Клинической. Оксана Банина подробнее. Дорожные ремонтные работы на улице Клинической от больничной до Чернореченской ведутся круглосуточно. Меняют не только дорожное полотно и бортовой камень. Полностью ремонтируют придорожные полосы, газоны и тротуары. Кроме того, по плану подрядчики меняют люки, ливневку, светофоры и дорожные знаки. В этом году по поручению губернатора для ремонта улиц Самары дорожники используют новое покрытие. Щебеночную мастичную смесь с полимерно-битумным вяжущими. Улица Клиническая не исключение. Процесс укладки верхнего слоя идет строго по технологии. Измеряют даже температуру асфальтовой смеси. Она должна быть около 160 градусов. Специалисты дают дорожному полотну 5 лет гарантии. Данный вид асфальта сравнительно недавно стал применяться в нашем городе и в основном характеризуется повышенным сопротивлением с двиговым нагрузкам, а также увеличенным сопротивлением к образованию колеи. Торчащие на ремонтируемых дорогах люки не должны смущать автовладельцев. Это предусмотрено технологией. Сначала дорожники кладут нижний выравнивающий слой. Затем в дело вступает спецтехника. На требуемые высотные отметки выставляются люка, дождеприемники. И уже к ним подводится верхний слой, чтобы не было занижения или завышения отметок у люков колодцев и дождеприемников относительно верхнего слоя проезжей части. Самарские водители уже оценили качество нового дорожного покрытия на улице Клинической. Лучше не пошли дорог. Стал в дворах делать, есть где подъехать. В принципе, кто против дорог-то хороших. Всегда за. Раньше здесь было не проехать, только в один ряд можно ехать, а сейчас можно и прямо, и направо поворачивать из разных рядов. Здорово, удобно стало. Спасибо. Полностью завершить ремонт улицы Клинической подрядчики планируют в сентябре. Оксана Банина, Владимир Терентьев, СТВ. Сотрудничество для развития. На встрече с жителями Чапаевска. Глава региона Николай Меркушкин рассказал о планах по социально-экономическому преобразованию города. Работы впереди много, и для того, чтобы она была результативной, необходимо сплотить гражданское общество. В следующем сюжете расскажем подробнее. Из бедствующего города Чапаевск превращается в процветающий. Ушли в прошлые времена, когда наркомания, преступность, коммунальная разруха и отсутствие рабочих мест медленно убивали его. Сейчас идут деньги из бюджетов разных уровней на развитие инфраструктуры. Вскоре будет построен ледовый дворец, проводится ремонт образовательных учреждений и дорог. На днях был подписан меморандум с компанией КНАУФ о развитии производства. Ранее открыт завод автожгутов. Это рабочие места и пополнение бюджета. Нельзя сбавлять темп. С этим призывом обратился к жителям Чапаевска глава региона Николай Меркушкин. Это нужно не мне. Не мне. Почему мне? Я свои рекорды все поставил. Когда бюджетные средства сосредоточены в федеральном центре, необходимо показать, что самарский народ не противодействующая сила, а созидающая. Во время своего визита президент Владимир Путин обещал оказать всестороннюю поддержку социально-экономическому развитию нашего региона. Необходимо сделать ответный шаг. Что мы должны в этой обстановке, в стране, когда так сложно, когда нам руку кто-то не подает, когда нас на колени хотят поставить, мы должны показать, что мы другие. Николай Меркушкин напомнил собравшимся печальный пример того, как эффективно были освоены 5 миллиардов долларов, выделенных правительством США на дестабилизацию политической обстановки на Украине. Сейчас 15 миллиардов выделено на Россию. Если гражданское общество не сплотится, то последствия будут трагическими. Из этой аморфной массы можно слепить все, что угодно. И они на Украине слепили. Если граждане России выступят как единый народ с желанием построить сильное государство, то те 15 миллиардов будут потрачены госдепом США в пустую. Большой урон бюджету Америки. А на развитие России и Самарской области, в частности, деньги будут. Николай Меркушкин в разговоре с чапаевцами пояснил на примере, как их можно использовать. Я работаю, чтобы в ближайшее время была программа и по капитальному ремонту. Я не знаю. Спасибо. Мы должны по детским садикам в течение двух лет все довести в нормативное состояние. И надо посмотреть, что тогда здесь надо делать, и включить в программу совместно и ускорить. Жители Чапаевска выразили поддержку главе региона. Если мы действительно слышим и слушаем друг друга, хочется вам сказать огромное спасибо за это. И за то, что вы во всех своих наступлениях, касаясь общественных организаций, делаете упор на воспитание молодого поколения. В свою очередь Николай Меркушкин рассказал о планах по газификации Чапаевска, строительству системы ливневой канализации, капитальному ремонту домов и других инфраструктурных проектах. Но для этого нужен ресурс. Единая воля горожан на выборах. И соседу скажем, и родственнику скажем, и любому другому скажем, другому скажем, пройди и покажи, что мы сегодня мобилизованы, то есть мы сегодня организованы, мы сегодня стали более ответственными. В завершении встречи глава региона поздравил ветерана, жителей Чапаевска, со столетним юбилеем. Максим Остриков, Олег Галочкин, СТВ. Авиационные отрасли региона будут развивать. Такую возможность Николай Меркушкин обсуждал с руководителями корпорации «Русские машины». Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что для этого есть все возможности. Одним из решений проблемы по загрузке производственных мощностей предприятий «Авиакор» может стать организацией сборки самолета Ил-114. Кроме того, при получении такого заказа в процесс производства комплектующих могут быть привлечены и другие предприятия авиационной отрасли региона. Напомню, что президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность серийного производства самолетов Ил-114 на базе «Авиакора». Они должны послужить для нужд Министерства обороны страны и гражданской авиации. И как всегда по пятницам, традиционная рубрика «Ваши деньги» в студии уже появился мой коллега Александр. Итак, здравствуйте, Саша, вам слово. Здравствуйте, Катя. Самая свежая информация прямо сейчас для телезрителей. Санитарные врачи проверят рестораны «Макдональдс». В инспекции пройдут по всему ПФО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное подразделение Роспотребнадзора. Напомню, в нескольких московских «Макдональдсах» нашлись многочисленные нарушения санитарного законодательства. Их работа приостановилась. В нашем регионе работают 14 ресторанов этой сети. В Самаре начинает работать главная сельхозярмарка. По традиции она развернется на площади имени Куйбышева. Напомню, с 16 августа в Самаре начали работать сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Они организованы на площадях по следующим адресам. Пересечение улицы Нововокзальной, Московского шоссе, улицы Старозагора 2А, около торгового центра колизей, пересечение улиц Победы и Каховский. На ярмарках представлен большой ассортимент мяса молочной и хлебопекарной продукции, а также большой выбор свежих овощей и фруктов по доступным ценам. А теперь расскажу и о ценах на прилавках города. На этой неделе особых подорожаний не было, лишь прибавили в цене яблоки, незначительно, всего на рубль за килограмм. Также переписали ценники на свинину, плюс 3 рубля, вот сахар, скинул 70 копеек за килограмм. Также подешевели овощи, картофель на 1,5 рубля, лук на 50 копеек, морковь на 30. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне. Мы по традиции поинтересовались у самарцев, заметили ли они изменения цен. Мясо 350, больше. То есть все дорожает? Дорожает. А вы как считаете, дорожает или что-то? Дорожает, конечно. А на что заметили? Ну, на весны. На весны, да. А еще на что? А на овощи дешевле? Ну, на овощи вроде так, как и. Подешевле. Ну, меняются. В какую сторону? И в большую, и в меньшую. На что, например? Так, ну, иногда просто акции проходят, а так больше в основном. На этом у меня все, Катя. Берегите ваши деньги. Спасибо, Саша. Ну, а мы продолжаем. Смотрите во второй части нашей программы. Белый, синий, красный праздник. В губернии отмечают День государственного флага. Жители дома по улице Победы, 90А, каждый раз, выходя из собственного подъезда, рискуют получить травму. Крыльцо находится в безобразном состоянии, а стартовавшие работы по его ремонту, как ни странно, ситуацию лишь усугубили. Недовольных жильцов выслушала наша съемочная группа. Улица Победы, 90А, ремонта крыльца шестого подъезда, жители добивались большим трудом. Коммунальщики, то обещали привести его в порядок, то меняли свои планы. В начале этой недели работы, казалось бы, стартовали. Продлились меньше дня, а их результат оказался плачевным. Ну, пришел подрядчик, посмотрел все. Вот. Крыльцо наше, это самое, раздолбали. Теперь это, вот это, видите сами, что тут у нас творится. Он сказал, говорю, когда же будут делать. Вопрос не урегулирован с деньгами, и материал пока несколько надо, составляет смету. Вот и все, весь разговор. Почему все эти вопросы нельзя было урегулировать заранее, люди не понимают. Но именно они в этой ситуации оказались крайними. Особенно сложно приходится пожилым. Мне 81 год, моей соседке 75, вот такой возраст у нас. Да. По 75 полно у нас. Вы видели, что я хожу, держусь за стенку. Ходить невозможно. Шикарно. Как вы думаете? Клячево ползаем тут. Очень хорошо. Терпение людей сходит на нет. Если в кратчайшие сроки коммунальщики не возобновят работы, жители не исключают, что напишут жалобу в прокуратуру. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. В губернии отмечали день государственного флага. Триколор был утвержден в России 23 года назад. Он заменил собой красный советский стяг. А вообще у белого-синего-красного флага 300-летняя история. Ее вехи вспоминали в Тольятти, где день национального символа отмечали широко. Этот праздник утвердили в 94-м. Но белый-синий-красный флаг существовал задолго до этого. Ему уже больше 300 лет. Радоначальником российского триколора считается Петр I. В 1705 году он издал указ, что на всех торговых судах страны должен быть размещен такой флаг. Ну, кстати, царь сам создал этот эскиз и определил порядок горизонтальных полос. Белый благородство, синий верность, красный мужество. Каждый из полос тяга – отдельный символ. А сам триколор воплощает величие российской державы. Мы видим его, когда поднимается он в честь побед. Может быть, не всегда до конца осознаем, насколько это важно для каждого из нас и насколько это важно для всей нашей страны. Этот праздник воспитывает чувство патриотизма в нынешнее непростое время, когда россиянам нужно сплотиться, отметил глава региона. Во время празднования он вручил благодарственные письма добровольцам, которые помогали жителям Крыма. Для делегатов из этой республики День российского флага – один из самых масштабных праздников. У Елизаветы даже маникюр в гамме триколора. Она искренне благодарит Самарский регион за финансовую и организационную помощь землякам. На сегодняшний день у нас поставлены парты во все школы. Николай Иванович обещал и выполнил свое обещание, потому что все первоклассники сядут за школьные парты новые. В первый раз крымчане и все остальные россияне празднуют события под общим флагом. И этот августовский день, несомненно, войдет в историю. Юлия Кленовна, Дарт Растегай, ПСТВ, Тольятти. Цветы – это источник красоты, а красота вдохновляет. В Самаре проходит традиционный летний конкурс фотографий «Городские цветы», который объявлен на сайте Он стартовал 16 июля, и прием заявок закончится 31 августа. В чем суть фото-конкурса и какие призы ожидают участников, разбирался наш корреспондент. В прошлом году в конкурсе «Городские цветы» участвовали 50 человек. Это было лишь начало. В этом году участников значительно больше. Самарские умельцы из самых обычных клумб создают настоящие шедевры. Благо, любая информация по уходу за растениями в свободном доступе. Было бы желание. Чтобы стать участником конкурса «Городские цветы», вам нужно сфотографировать вашу же клумбу. Сейчас я это сделаю. Отправить фотографию на электронный адрес cityflowers.samarasobakamail.ru И главное – указать историю появления вот этого растения и автора шедевра. Кроме того, авторы должны указать адрес, где можно вживую оценить результат творчества. Основные требования к карточкам. Чтобы снимок был хорошего качества, на изображениях не должно быть даты и времени съемок, каких-либо авторских надписей и текстов. Кроме того, не принимаются фотографии из интернета. А вот черно-белые или отредактированные фото отправить можно. Я думаю, нужно побольше говорить о том, что есть такой конкурс. Многие озеленяют и хотят озеленять около своих домов. Если вы хотите, чтобы около ваших домов было красиво в городе, просто нужно немного вложить, а энтузиастов, которые хотят этим заниматься, всегда можно найти. Лучшие фото-зарисовки отберут с 1 по 14 сентября голосованием в группе «Самара просвещенная» в социальной сети ВКонтакте. Авторы трех фото, набравших больше всего репостов, получат ценные подарки. Итоги голосования подведут 15 сентября. Все подробности конкурса на сайте gslimansky.ru. Анастасия Шамшурна, Николай Епифанов, СТВ. От детской команды до спорта высоких достижений. Такой путь решили пройти в Похвестнево. В этом году в городе открылись несколько спортивных площадок, происходит реконструкция стадиона и проектирование Ледового дворца. С теми, для кого предназначены все эти спортивные объекты, пообщался Максим Остриков. Футбол, баскетбол и даже большой теннис. Недавно открывшаяся спортивная площадка в поселке Визовка, городского округа Похвестнево, позволяет осваивать все эти виды спорта. Она расположена на территории Центра детского творчества «Пируэт». Артем Кузнецов занимается в центре уже 7 лет. Осваивает акробатику, спортивные танцы и цирковые трюки. Мальчик говорит, открытые площадки ждали давно, чтобы летом погонять мяч. Как он сам шутит, я футболом не занимаюсь, я в него играю. В школу мы будем иногда заходить с друзьями, играть в хоккей, футбол. Мы тут занимаемся с лагерем. Мы сейчас играем против отряда, ну, отряд против отряда футбол. До трех часов здесь ребята с лагеря играют, а после трех часов играет вся Визовка, от мала до велика. Вечерком, конечно, старшие подростки приходят играть здесь. Вот, и поэтому такое удовольствие здесь дети получают, ну, просто здорово. Акробатические трюки на мягком покрытии выходят не хуже, чем в зале. Ольга Белиндир говорит, что заниматься приходится много, но это дает свои результаты. Команда из Похвестнева второй год подряд берет первые призы на всероссийских соревнованиях. В апреле мы ездили тоже в город Туапсе, были в Орленке. Там тоже был акробатический танец, точнее, спортивный танец. И тоже заняли второе место, да? Первое. О, первое, первое. Таких спортивных площадок в этом году в Похвестнево открылось сразу три. Две за счет регионального бюджета, одна за счет Газпрома по соглашению с правительством Самарской области. Эти площадки практически все погодные, можно круглый год на них заниматься игровыми видами спорта, как в летний-осенний период это футбол, в зимний период – хоккей. В 2015 году будут построены еще четыре такие площадки. Сейчас происходит реконструкция центрального спортивного объекта Похвестнево – стадиона «Нефтяник». Самые масштабные проекты – физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий бассейн, а также ледовый дворец – будут завершены в 2016 году. Максим Остриков, Олег Гаучкин, СТВ Далее новости спорта и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню сайт георгия Лиманского – gslimansky.ru Читайте наши новости первыми в социальных сетях в группах «СКАД» и «СТВ Самары» и заходите на сайт телерадиокомпании «СКАД». Я же с вами прощаюсь. Удачных вам выходных и всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!